Молдавия еще одна страна, правительство которой стремится к Европе. Тишинев наряду с Украиной стоит в очереди на заключение договора об ассоциации с ЕС. Впрочем, молдавские коммунисты, которых в стране до сих пор поддерживает внушительная часть населения, Западу не верят. В эксклюзивном интервью RTVI лидер партии Марк Ткачук заявил, что будет бороться за смену власти и вступление в таможенный союз. Коммунисты Молдавии видят будущее только в блоке с Россией. Наш корреспондент Елена Пахомова продолжит тему. Первые пикеты бархатной революции собирают не более сотни человек. Марк Ткачук поясняет. Мы показываем проблемные точки страны. Это государственные учреждения, генеральная прокуратура, общественное телевидение, другие ведомства. То ли еще будет. Задача максимум отставка правительства и проведение досрочных парламентских выборов. Куда мы не пойдем, везде их ненавидят. Они, в общем-то, по-хорошему должны были бы обладать чуть большим порогом совести. Это бы избавило их от каких-то неприятностей в будущем. Но поскольку у них инстинкта самосохранения нет и совести нет, придется перевести всю страну для того, чтобы помочь им освободить их рабочие кабинеты, в которых они так бездельничают. Этим летом много шуму наделали так называемые лагеря подготовки молодых коммунистов. Чему и как их обучали, большинству было непонятно. Теперь ясно. Учили искусству митинга. Мы готовили свою молодежь к умению быть вместе, отражать, не поддаваться на провокации. Уметь действовать правильно, в том случае, если на тебя нападают хулиганы, даже если они одеты в мундиры полицейских. Оппозиционерами молдавские коммунисты стали в 2009 году, после так называемой «Твиттер-революции». Тогда на центральную площадь Кишинева вышли тысячи недовольных результатами парламентских выборов. Коммунисты, по официальным данным ЦИК, выиграли третий раз подряд. Мирные протесты переросли в беспорядки, во время которых был разграблен президентский дворец и подожжено здание парламента. После повторного голосования вперед вырвался новообразованный альянс за евроинтеграцию. Кстати, окно в Европу совсем не против были прорубить и молдавские коммунисты. Все восемь лет правления они способствовали общению Кишинева с Западом. Но сейчас этот курс считают исчерпавшим себя. Европейский Союз эволюционировал в худшую сторону. Мы видим, что там доминируют правые партии. Мы видим, как они смотрят сквозь пальцы на разгосударствование Молдовы, на попытки аншлюса Молдовы и Румынии. Им наплевать на все эти вещи, которые беспокоят абсолютное большинство молдавского общества. Им наплевать на коррупцию в Молдове. Им наплевать на то, что под европейскими лозунгами в Молдове утвердился антиевропейский режим. С другой стороны, Восток нам предлагает развитие. Таможенный союз – это развитие, это возможность экономить в бюджете полмиллиарда евро ежегодно, только за счет снижения цен на газ. Досрочные выборы, по мнению коммунистов, должны пройти уже в этом году. Мы будем бороться. Конечно, лучше до зимы, потому что, ну, если мы в эту зиму войдем с этим правительством, вот, то до следующих выборов доживет гораздо меньшее количество наших избирателей. Партию коммунистов поддерживает около половины избирателей. Это демонстрируют социологические опросы. Обретет ли революция национальный размах, станет ясно в ближайшие недели. Но то, что бархатный политический сезон в Молдове будет горячим, уже очевидно. Елена Пахомова из Кишинева для RTVI.